Отличное солнечное утро, отличный белый с куском курицы в зубах, который ищет где ее закопать. Но что, не нашел? Нет? Я его испугал. Я не должен видеть, где закопана курица. И это правило белых. Ну а лиса в своем вольере, сейчас мы ее выпустим. И великий лисий дух подсказывает, что это очень вкусная еда. Это то, что нравится Алисе с детства. Та-дам! Сейчас мы посмотрим, вылезла уже принцесса или еще спит. Нет, еще спит. Все, она освоила теплую конуру, большую теплую конуру. И теперь ее оттуда надо вытаскивать. Так, открываем вольер. Нет, даже не выходит. Зачем выходить? И если там на сене... Доброе утро! О, привет! О, да-да, я тебе принес, смотри. Чтоб ты не загрустила совсем. Ой, нет, все равно грустно. Давай поглажу. Сонная! Как тебе тут живется? Глаза утром можно вытереть хотя бы. Ой, шуба теплая. Ну что, просыпайся, королевна. Вставай, вставай. Завожу лисицу. Вкусненькая. Да. Ой-ой-ой, еще трясется, тянется. О-хо-хо-хо. Тебе еще кусочек. Дедушка, самое вкусное. Подтверди, Алиса. О-хо-хо. Еще кусочек. Главное вовремя подать следующий кусок. Тихо-тихо, осторожно. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу-мяу. На выход пойдем. Мяу-мяу-мяу. Вот как хорошо день начался. А, у тебя свой есть кусок. Ну да. Спит Алиса в углу. Вон там. Пошли. Выходи. Пойдем на улицу. Или тебя оставят здесь. Чтобы тепло не выпускать, надо дверь закрыть. А, Алиса вылетит через свой ход. Так что ждем его уже на улице. О, Алиса отдыхает после утренней истерики. Сейчас был просто коварный план. Алиса, то ли она разнимала всех, то ли она, я даже не понял, что произошло. То есть, Макс что-то искал, и я так понимаю, нашел заначку Белого. Белый начал на него гавкать, его повалил. Алиса подбежала в этот момент, укусила Макса за ногу. То есть, вообще. И потом начала Белого кусать и загонять домой. То есть, вообще просто перенервничала вся, вот, от слова совсем. Ой, сейчас вот лежит, это у нее такое состояние, когда она нервная. Трогать ее лучше не трогать, потому что она со мной разговаривает. Но трогать ее не надо. Она, как главное, она очень переживает за такие ситуации вообще. Что, малой себя плохо вел? Алиса, что ты по поводу Белого можешь сказать? Алиса, что такое? Как Белый себя вел? Ой, страшно переживает. А тут сидит, если я вдруг дверь открою домой, чтобы забежать еще Белого навалять. Да? Ну, я так и знал. Конечно. Все, теперь до обеда трогать нельзя. Все. Ты тут главное, да? Никуда не денешься, да. Весенний психос такой у лисы. Да. Погладить? Я погладил, но ты только что собак цапала. Так что я не буду лучше. А то сейчас буду потом руки бинтовать. Ну да, вот так. Ну, вообще, такой главнокомандующий рыжий. Ужас просто. Пришлось всех троих разнимать. Да, нет, 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 все нормально, не трогаю. Но это, как это, как это, за мир она покусала всех. Вообще. Там на дороге лежит большая кость такая, здоровая-здоровая. С половину лисы. Я вот думал сегодня. Это, наверное, ночью корова через забор перелезла, а лиса ее прикопала где-то тут. Очень похоже. Такая боевая, мадам. Вы посмотрите на нее. Ну просто. Это она мне тоже показывает, что ли? Ты что тут? Это все. Я тут все контролирую. Все хорошо. Я шриф. Ужас. Ну, пойдем собакам скажешь, что ты о них думаешь. Пошли. Чш. Нет. Нельзя. Чш-чш-чш. Я тебе. Опять началось. Сейчас палку возьму какую-нибудь. Со мной не спорить. Не спорить со мной. Чш-чш. Угадай, кого я закрою первую. Аж уши, это, как усы трясутся. Смотри мне. Будешь мне рассказывать, кто тут главный. Главное на зуб попробовать. Градия. О, да, ты главная. Конечно. Это сразу видно. И по твоему поведению. И по твоим. Что-то мне это напоминает. Старикатушка. Вчера вечером пришла погладиться. Пятнадцать минут гладилась такая. Пойдем. Что там у тебя? Будешь показывать? А, нет. Ты меня в сарай. Пошли. Куда ты делала крысу? Идешь? Пошли, пошли, пошли. А, крысу уже спрятала. Крысы уже нету. Это любимый кратер Алисы. Она на нем валяется. Вот так. И откусывает края льда. А снизу бурлит вода. Кстати, отвечаю на вопрос, зачем там бурлит вода. Уже сто раз отвечал, но все равно спрашивают. Потому что там рыба живет. И когда вода бурлит, то вода насыщается кислородом. Это не дает возможности рыбе задохнуться зимой. Ну и плюс второе. Это, наверное, он несущественный, но все равно есть. То, что воздух теплый. И из-за этого...